Привет, я Женя, а это среднестатистический россиянин после Нового года. На нем лыжи, виртуальные очки и карнавальный костюм. Судя по исследованию, которое провел Яндекс.Маркет, эти подарки были самыми популярными. Если вы хотите узнать, что еще нового произошло в первую неделю 2017 года, особенно в виртуальной сфере, оставайтесь со мной и узнаете. Что такое контроллер не для рук, а для ног? Зачем нужны часы для игры Pokemon Go? Какие новые виртуальные игры появились в первую неделю Нового года? Кому нужна голограмма Рианы и модный аксессуар для iPhone? Кстати, об аксессуарах для iPhone. Опять появилась новая камера 360, я бы даже сказала очередная, и стоит она 15 тысяч рублей. Но по заявлению разработчиков, она просто самая крутая и самая лучшая. Давайте же посмотрим на нее поближе. Называется всевидящая камера iO. Ее сделала компания Giroptic. Гаджет имеет два объектива по 195 градусов, сама сшивает видео и даже поддерживает онлайн-трансляцию. Производители уверяют, что она так хороша, что надев виртуальные очки, вы вообще забудете, что смотрите видео. Ощущение полного присутствия гарантировано. Ну, думаю, за цену в 15 тысяч рублей еще бы. Хотя это не самая дорогая камера 360 для смартфонов. Если камера вам пока ни к чему, зато вы все еще ловите покемонов или у вас есть друг, заядлый Пикачулов, то можете его порадовать. Apple Watch наконец-то стали поддерживать эту игру до полной реальности. О том, что покемоны поселятся на запястье тренеров компании Niantic, сообщала еще в сентябре и даже показала демку. И вот теперь звездный час настал. Игра официально вышла для Apple Watch. Правда, часы не ловят покемонов, а только показывают, где сидят жертвы. Находятся покестопы и что происходит с яйцами. Также часы считают калории и заботятся о вашем весе. Конечно, Apple Watch делает процесс более безопасным, потому что теперь не надо все время пялиться в смартфон. Но быть начеку все равно стоит. Похоже, умные часы – это вообще тренд сезона. На выставке CES 2017 уже показали умные часы или даже умный браслет, который превращает своего владельца в настоящего мага. Он начинает двигать предметы, включать и выключать электроприборы. В общем, выглядит довольно впечатляюще. Компания Matron Force разработала часы-браслет M-Force, которые не только показывают время, но и являются пультом управления для устройств виртуальной и дополненной реальности, бытовых приборов, машин и даже дронов. Те, кто далек от техники, могут подумать, что перед ними настоящий экстрасенс. Цена магии пока неизвестна. Дата релиза тоже, но многие уже выстроились в очередь за этим гаджетом. Еще один необычный контроллер представила и другая компания. Он выглядит как тарелка, кладется на пол, а чтобы им управлять, руки вообще не нужны. Дело в том, что контроллер 3D Radar сделан специально для ног. Он очень компактный, его можно поставить под стол и нажимать ступнями, а также наклонять в разные стороны. Ваш виртуальный персонаж будет с точностью повторять заданную траекторию. 3D Radar еще и беспроводной и совместим со всеми виртуальными шлемами и очками. Стоит гаджет примерно 13 тысяч рублей и подходит даже для игры в Minecraft. Кстати, об играх. К релизу как раз готовится новый зомби-шутер. Опять зомби-зомби-зомби, ну куда без них. Но этот зомби-шутер в корне отличается от других. Во-первых, его сделали белорусы, а во-вторых, мочить зомби придется водкой, ну или замачивать. Шутер называется Drunko Dead, его навояла белорусская студия. Это однокомнатный шутер-тир от первого лица, в котором, чтобы победить зомби, требуется все время прикладываться к бутылке. По сюжету игры зомби-вирус поразил только трезвенников, а алкоголики выжили. Поэтому, чтобы оставаться человеком, придется посадить печень и стрелять в пьяном виде по уродцам, пока все плывет перед глазами. В общем, пить или не пить, точнее быть или не быть, игре решать вам на голосовании портала Steam Greenlight. Это своего рода карантин, где выбирают новые игры. Пока идет голосование, быть или не быть пьяным стрелком по зомби, можно побыть Годзиллой и покрушить город. К счастью, виртуально, а не реально. Хотя я знаю некоторых людей, которые в Новый год превращаются в Годзиллу. Чтобы не было проблем с полицией, соседями лучше скачать на Steam VR Monster Awakens и устроить дестрой. Игра предлагает стать Годзиллой, которого разбудили от долгого сна. Настроение у него не очень, поэтому все, что попадается на пути динозаврика, уничтожается. Иногда жуткий монстр устраивает себе завтрак горожанами и за это получает дополнительные очки. Графика, конечно, не фонтан, зато геймплей бодрящий. Да и цена вполне соответствует – 245 рублей. Если к играм вы равнодушны, а любите послушать хорошую музыку или посмотреть кино, а лучше все сразу, то вот вам новость певицы Риана стала голограммой. Конечно, обычно голограммами делают звезд, которые уже умерли, но с ней все в порядке, не переживайте. Теперь фанаты звезды смогут устраивать концерты Рианы прямо у себя дома. Ну или в кафе, или где им там еще захочется. Ну, конечно, если у них есть Microsoft Goalens. Специально для этих очков сделали певицу виртуальной программисты из Octosense. Голограмма получилась очень реальной. Правда, она иногда не попадает под фонограмму, немного нелепо двигается, но все это простительно. В любом случае, результат удивил весь мир. Пока это не законченная версия, и виртуальная Риана еще будет совершенствоваться. Что думают по этому поводу сама звезда – неизвестно. Надеемся, что собственный двойник ей понравился и не будет зарабатывать больше, чем она сама. Ну и напоследок новость о дополненной реальности. Если вы к ней неравнодушны, то поздравляю сотрудники метрополитена тоже. Поэтому теперь по подземке бегает тролль и поздравляют всех с Новым годом. Получить напутствие от тролля Орма и других героев мультика «Снежная королева» могут все обладатели билета «Единый». На нем спрятан код, и если навести на проездной смартфон, то оттуда вылезет тролль и побьет вас. Ну, точнее, поздравит с Новым годом. В общем, можете сами спуститься в подземку и попробовать. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и обязательно следите за следующим выпуском. Сейчас в Лас-Вегасе как раз проходит выставка C.A.S. 2017, и я расскажу про лучшие гаджеты, которые на ней покажут. Не пропустите! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok